Этот игровой клуб, работавший под вывеской спортбара, закрыли несколько месяцев назад. Правда, тогда выяснить, что на его территории орудуют однорукие бандиты, сочинским полицейским удалось не сразу. Сотрудники заведения наотрез отказались открывать дверь, после чего был задействован сочинский отряд особого назначения. В отношении организатора клуба составили протокол с последующим административным расследованием. Выяснилось, что о таких заведениях, маскирующихся под разными вывесками, частенько сообщают сочинцы. Есть опасения о том, что нелегальные горные заведения в связи с сезоном курортным, в связи с тем, что сюда пребывает большое количество отдыхающих, имеют место быть. И необходимо привлечь все силы, как общественности, как администрации города, для того, чтобы эту горную деятельность незаконно пресечь. Правонарушителей ничто не останавливает. Ни крупный штраф, ни конфискация оборудования. А потому для борьбы с однорукими бандитами на курорте была создана межведомственная группа, в которую вошли представители городской власти и правоохранительных органов. Совместными усилиями за 2014 год проведены 12 рейдов, следствием которых стало закрытие семи игорных заведений. Продолжение следует...